Медиагруппа «Прима» и строительная компания «Монолит Холдинг» представляют. Эти 30 лет были счастливыми. Замечательными. Содержательными. Куражистые. Очень разные. Незабываемые. Гламурные. Непростые. Очень разные. Живые. Революционные. Веселые. Эти 30 лет, наверное, были калейдоскопными. Этими словами можно описать последние 30 лет красноярской истории. И эта история не только политика, экономика или происшествия. Это наши квартиры, машины, продукты и вещи. Это тоже вся история. Мы изучили гигабайты архивов, выбрали сотню бытовых феноменов, записали десятки людей. Это проект «Наши 30 лет». Живая история любимого Красноярска. Вторую серию мы посвятили пятилетке с 95 по 99 год. Рынок «Новая взлетка» и барсетки, первые супермаркеты и тамагочи. Первые поездки в Таиланд, салат с крабовыми палочками, офисный планктон, газеты «Комок» и «Спит.Инфо». Давайте вспомним, как это было. В 1995 году в Чечне штурм Грозного. Дудаевцев вытеснили из города. А в июне Чеченская война выходит за пределы республики. Буденновск захвачен группой террористов во главе с Шамилем Басаевым. В подъезде собственного дома убит известный журналист Владислав Листьев. Смерть наступила мгновенно, говорится в заключении экспертов. А на Сахалине страшное землетрясение. Полностью разрушен город Нефтегорск. В Красноярске начинают строить метро. В первую очередь будет включать пять станций. Высотная, Копылова, железнодорожный вокзал, площадь Революции и проспект Мира. В обращение выходит банкнота. 10 тысяч рублей с изображением красноярских достопримечательностей. А из Швеции в родной город вернулся Сергей Ломанов, который вскоре стал главным тренером команды по хоккею с мячом. Осенью в Красноярске впервые проходит День пива. Вот пробуй специальное осветленное пиво, но купильское все-таки лучше. Примерка на картонке. Обязательный ритуал каждого похода на рынок. Красноярцы учатся торговаться и на глаз определять качество китайских и не только товаров. Если пуговицы не посажены на клей, это уже хорошо. Покупатели учат фразу «Мы здесь ненадолго, вот только посмотрим и вернемся к вам». А продавцы быстро отвечают. Вот сейчас принесем ваш размерчик, только сходим в контейнер. Рынок «Новая взлетка» – главное место силы в конце 90-х в Красноярске. Рынки и барахолки в 90-х одевают и кормят горожан. Снабжают последними техническими новинками. Никаких ритейлов, бутиков и шоурумов. Вся торгово-развлекательная жизнь города сконцентрирована на уличных площадях. Была же барахолка. Роскошная, а роскошная. Давки в автобус на барахолку – это было прекрасно. Это было прямо не то чтобы важно, это было какое-то особенное место. Рынки, новая взлетка и радиорынок – вот настоящие места силы Красноярска. Когда появился рынок, новая взлетка, которую можно было там обходить два часа, и там реально что-то было интересно смотреть, потому что мы многое чего не видели, я думаю, что процентов, наверное, 80 красноярцев там на самом деле одевалось. Красноярска не было. Сказать, что это была полная такая шняга, тоже не сказать. С Китаем коммуникаций в то время, Киргизии и так далее, серьезных не было. Но я считаю, что это был такой большой такой бутик с картонками на полу. У людей появились деньги. Ну, соответственно, эти деньги кто-то должен был выкачивать. Соответственно, было очень важно, если у тебя пальто с ламой, поженое пальто. Ого! Я сейчас помню, сколько оно стоило – 156 тысяч рублей. Точно помню, что когда-то кожаное мужское пальто, и вот эта вот, как она называется, стенка, вот на всю стену, там, в большой комнате, которая стоила одинаково, это я тоже помню. Значит, я выбрал пальто из тестов. Купить на рынке можно все, что угодно. Щенка немецкой овчарки, люстру из Египта, модную норковую шапку, формовку, книги и ковры. Первые компьютеры, комплектующие к ним, и софт, в основном пиратский, тоже появились сначала на рынке. Специализированные магазины открываются в городе много позже. Их владельцы чаще всего как раз выходцы с таких уличных точек. Я был таким студентом, который своим друзьям помогал собирать компьютеры, делать модернизацию, то есть, постоянно они ко мне обращались, там, какой монитор выбрать, вот такой гроб или вот такой, как бы, и так далее. То есть, это было все очень смешно. И в какой-то момент, как бы, я понял, что у меня дома уже скопилось какое-то количество железа, там, на 4-5 компьютеров, и я своему одногруппнику сказал, Дэн, слушай, а можно я с вами, ну, пойду, как бы, пойду с вами на рынок, там, часть железа выложу, то есть, во-первых, я пополам, пополам поделим деньги за место, ну, и, во-вторых, я куплю вам чебуреки. И они говорят, ну, тема-то хорошая какая-то. Чебуреки особенно. Чебуреки на радиорынке – это то, о чем сейчас вспоминают все, как бы, все вот наши IT-компании. Это было очень оживленное место, и, причем, это была не, там, целая куча людей, которые были инженеры, там, еще советские, которые, например, занимались колонками. Были ребята, которые занимались комплектующими. Там были братья, у них был стол такой, то есть, они там продавали, ну, настоящие комплектующие, там, новые процессоры, там, и так далее. То есть, были ребята с Железногорска. У них стоял маленький монитор, и на нем шел постоянно Doom. То есть, вот, Doom, как бы, то есть, представляешь, ты сейчас для нас, там, на телефоне Doom запусти, то есть, это, короче, как бы, ну, там, что за бред, я просто, да-да. А тогда это было, там, привлекающее внимание. Тогда это был мир компьютерного программного пиратства. То есть, половину барахолки занимали диски. То есть, ты приходил, узнал, что там нового, как бы, там, ну, это было прикольно. А ты там, на чем, на коробках стоял? Нет, у нас, у нас был, ну, у Skyline, Skyline машина большая, у нее был здоровый, как бы, соответственно, капот. То есть, мы выкладывали, то есть, сразу же узнали, что когда материнские платы, ну, положишь на капот, то они царапают. То есть, собственно говоря, ну, очень плохо, контактами царапают. То есть, и мы начали стелить ковер, то есть, класть эти материнские платы, там, и так далее. А сверху мы поставили флаг. Единственный флаг, который у меня в тот момент как-то оказался, то есть, я не знаю, как он у меня оказался, это был флаг государства Израиля. То есть, у меня друзья, как бы, до сих пор там вспоминают, они говорят, вот, вы тогда, короче, как бы, там, под израильским флагом, я вас еще тогда помню. Мы в таком состоянии, то есть, вот, прям, торгую постоянно на барахолке, продержались два с половиной года. Через два с половиной года мы, как все приличные люди, переехали просто в офис. Пейджер, символ достатка и новейшее по тем меркам средства связи в Красноярске появился в 94-м году. Именно тогда, по данным оператора связи «Искра», по соглашению с американскими инвесторами, был запущен краевой проект развития пейджинговой связи. В крае в эпоху пейджеров было 17 тысяч абонентов. Обслуживали эту сеть более 100 операторов контакт-центра. С пейджером я познакомился первый раз, когда начал работать на радио. У нас тогда была программа, радио пейджер называлась. Потом я понял, что это круто. Завел себе пейджер. Тогда у меня был маленький двухстрочный. Потом я заработал денег, купил четырехстрочный. Большой такой кирпич, моторолос, там, чуть ли не с полифонией. По пейджеру передавали афишу, прогнозы погоды, программы телевещания, курс валют, информацию о наличии бензина на красноярских АЗС и даже расписание междугородних автобусов номер 551 и 662 до Зеленогорска и Железногорска. У российских операторов связи были большие планы на пейджеры. Компании активно продвигают продукт. Так, например, в рекламе 90-х «Волк» из «Ну погоди» отсылает Зайцу сообщение с телефона на пейджер. С пейджером у меня связана очень личная история. Мы хотели встретиться на пляже с нашими друзьями. Просто представьте, когда нет сотовых телефонов, нет никаких средств связи. И, как ни странно, моя подруга говорит, «Вот возьми пейджер, на этот пейджер придет сообщение, где мы». Оставили его вечером на один день дома, утром не нашли, искали его везде. Я поднимала ковры, я переставляла шкафы. И потом, самым последним пунктом, да, я заглянула в унитаз. Да, мой годовалый сын бросил пейджер в унитаз. Да, это стоило нам всей зарплаты. Мы возмещали друзьям этот пейджер. К апрелю 96-го в стране обслуживались уже 200 тысяч абонентов. Но к 2000-му мобильные телефоны победили. Если можно позвонить или отправить смс, зачем тогда пейджер? Пейджер у меня был в компании «Континенталь». Мы на общественную организацию купили себе три пейджера. Номер 9980 был у ныне очень известного политика и адвоката Саши Глескова. 9981 был у меня. И тот самый, мой самый первый пейджер до сих пор лежит у меня дома в коробочке. Я его прям храню, это так мило. Сейчас считается, что пейджеры стали прообразом каналов в Телеграме или Твиттер-ленты. Тогда эта услуга называлась «Заполнение информационных каналов». По аналогии с чатами в мессенджерах, в пейджерах можно было поддерживать функцию группового общения. Была услуга «Групповой вызов». Как можно одеваться во второй половине 90-х нам показывали в журналах и по телевизору. Бессмертные голубые огоньки, песни года, а главное зарубежные Санта-Барбары и музыкальные клипы. Но кто не хотел выглядеть как персонаж импортных фильмов? А что лучше всего сидит на коже, кроме джинсов, конечно, сама кожа. Кожаная куртка была главным атрибутом, кажется, в любой сезон. Активно открываются секонд-хенды с их неповторимым запахом дезинфекционного газа. В комиссионках редко, но можно найти приблатненные тяжелые кожаные плащи. Они и так выглядели круто. А после выхода фильма «Матрица» в 99-м Красноярск наводнили Нео. Еще классные были кожаные куртки, например. Я думаю, что если бы не выкинула, я бы могла ее сейчас носить. У нас какие-то свитеры обои, вспомните, такие были. Вот, мне кажется, еще до сих пор где-то в зале «Жах у мамы» на антресоле можно найти абсолютно новый свитер обои. Здесь любили как бы бандитский стиль, дорого-богато, как они говорили тогда, «Версачье». Или «Версассе», «Гусси». Ну, не могли прочесть даже. Ну, что их ругать за это? Они старались и подтягивались. И очень любили золото, вот эти вот всякие украшения. Консультант комиссионного магазина Татьяна вспоминает, в конце 90-х мода была не такой быстрой, как сейчас. Фасоны начала десятилетки мало чем отличались от моделей второй ее половины. Ну, еще были отголоски от 80-х, но ушли тогда, конечно, все эти плечевые накладки. Ну, классически вот прижились пожизненно вот эти юбки джинсовые, яркие кофты, куртки кожаные, да, вот эти вот. Менялись каблуки, уже начиналась эта вся вышивка потихоньку, и стразики. Стразики для сибиряка – это пыль. А вот пуховики стали настоящим разрывом. Легкие, в отличие от дубленок и шуб из чебурашки. Теплые и яркие. Вот эти пуховики, пуховики, которые, из которых вечно лез пух, которые были ярко-розового цвета, ярко-розовые с ярко-салатовыми вставками. Они выглядели как мешок, вот это как будто вот на тебе мешок с чем-то надет сверху. И это все до колена, и из этого все время лезут перья. Не дай бог порвать ткань, перья начнут сыпаться еще сильнее, придется делать заплатку. И все-таки самым живучим стилем 90-х оказался классический деним. Джинса покорила красноярцев. В ней и на учебу, и на день пива. Джинсы же вообще было очень трудно достать. Это была мечта каждого человека. А потом пошло изобилие всех этих джинсов. Ну, в смысле, вот что на рынке стали, все эти вареные вещи. И куртки пошли, и все жилетки, и юбочки. А потом 98-й год. Дефолт, кризис, долги, работы почти не было. В Красноярске дорожает все импортное. Хорошо, что качественную джинсовую одежду носить можно было поколениями. Но скоро придут двухтысячные с их легкими нефтяными деньгами, гламуром, голыми пупами и заниженной линией бедра. Джинсы будут скрипеть, но держаться на честном слове. 1996 год проходит под лозунгом «Голосуй или проиграешь». Ельцин сам приезжает в Красноярск агитировать за себя. К театру оперы и балета приходит толпа в несколько тысяч послушать кандидатов президенты. Пожалуйста, вы будьте также открыты для народа, почаще на телевидении выступайте, почаще приезжайте, и тогда вам обеспечена поддержка полностью. В июле после второго тура выборов он избран президентом на второй срок. Уже в декабре по всей России проходит массовая забастовка шахтеров, которая требует выплатить всю задолженность по зарплате. А в Красноярске Петр Примашков становится главой администрации города. У нас впервые проходит конкурс красоты «Мисс Красноярск». Вместе с архитектором Антоном Шаталовым разбираемся, как растет и развивается Красноярск последние 30 лет. Полетели! 25 лет уже радуемся, что начали строить метро. Сегодня мы понимаем, что если бы мы не получили это наследие, которое с 95-го по середину 2000-х мы планомерно строили, мы, наверное, могли бы не рассматривать метро, а рассматривать другие системы скоростного транзита в городе. Но сегодня это наследие есть, и его, конечно, необходимо интегрировать в систему скоростного транспорта. Вся элита, там были силовики всякие, там были бандиты, там были вся знать красноярская. То есть люди очень разных профессий, но это были все известные люди. По сути, этот объект прожил все этапы, начиная от путчей, когда он только начался, заканчивая, собственно, уже путинской эрой, нефти был закончен. Это очень близкая такая история для меня, потому что ее в составе большого творческого коллектива проектировал, потом строил этот объект как девелопер, наверное. Мой отец Борис Шаталов. Ну, конечно, не понимая процессов, не зная, не имея опыта, сразу сделали одну большую роковую, наверное, ошибку для этого комплекса. Его начали строить весь вместе. То есть не было оборотных средств для того, чтобы стройку завершить вовремя, как это планировалось там в 95-96 году. И строительство протянулось аж до 2002 года. Да, он немножко такой наивный в плане архитектуры. Это такой постмодернизм кирпичный. Но он капитальный. Я думаю, что жить в Коде по-прежнему очень хорошо и комфортно. Мы строили немного. Нам первоначально заказали дома, завод цветных металлов, норильский никель. И вот мы на голом поле между взлеткой и северным, там в 6-м микрорайоне построили целую линию, 4 дома, которые мы назвали холмами, потому что мы строили его на насыпи. Соответственно, когда мы их сдали, мы как раз пригласили управляющую компанию, тоже первый опыт, сейчас передавая компанию, холм-сервис, она как раз, значит, она и создалась на основании этих холмов. Вот. А дальше пошло просто, ну, с 2000-х годов, значит, у нас пошел более активный темп строительства уже других домов. А так мы точно-то в одном, то в другом месте. Потом началась на скомплексе застройка, начиная с Иннокентьевского, это уже микрорайонами мы начали строить. Первый пятачок – это синие крыши. Обвезло тем, у кого были постоянно заказчики. Пока у нас были заказчики завод свертных металлов и норильский никель, мы работали в нормальном темпе. Потом, в середине где-то 90-х, там, они сбросили все социальные программы. Если помните, тогда людям строили квартиры, сами заводы, а потом это все бросили. Соответственно, мы оказались на рынке. Уже 30 лет «Монолит Холдинг» преображает Красноярск. Компания первой освоила технологию строительства высоток. На счету «Монолит Холдинг» – самый большой торговый центр и жизненно необходимые городу медицинские объекты. Передовые технологии и умные решения воплощены в инновационных районах город Преображенский и эко-район «Живем». «Монолит Холдинг» – 30 лет делают добротно. В 93-м году открывается заграница. У нас появляются загранпаспорта, и мы, наконец, можем увидеть экзотику. Западная Россия начинает ездить в Европу, Турцию, Египет, а красноярской здравницей становится Таиланд. Мы все учим слова «сабай», «капунка», а оттуда привозим вот таких денежных жаб. Заграница и отдых для меня сейчас во многом связаны с вот этим вот первым шагом из самолета. Если ты там через рукав выходишь, да, то есть как бы именно вот по трапу спускаешься, вот этот первый шаг в пекло – это кайф для меня. Это ощущение тогда пережитое впервые. Свой первый шаг в пекло красноярцы сделали в середине 90-х. Железный занавес сняли в 91-м. Спустя два года в стране отменяют выездные визы и разрешают свободную выдачу загранпаспортов. Если сейчас мы можем выбирать из списка заграничных курортов, тогда на рынке тур-услуг такого не было. В 93-м случилось историческое для заграницы из Красноярска событие. Дюла Тур отправляет первый чартерный рейс на теплые моря. Нашей здравницей становится Таиланд. Только представьте себе, вы живете в городе, который закрытый, в котором очень небольшое количество людей имеет возможность или по работе, или за большие деньги куда-то ездить. Это типа эксклюзивно. И в этом городе люди вдруг решают, нет, давайте мы прямой рейс сами сделаем. То есть просто эта мысль дорогого стоила. Тогда Вова Демидов, Дюла Тур, Таиланд как начали. Летали чартеры тогда. То есть загружается самолет, прилетает в Утапау, военный аэродром возле Паттайи. Стоит две недели. То есть ты прилетел, сложил все шубы, валенки на полгубь наверх положил, взял трусы, носки, тапочки, чемодан, вышел, в отель поселился. Весь самолет ты знал. Я вот сейчас летаю часто. Сейчас редко знакомый лицо встречу. Я летел, по-моему, первым или вторым чартером Дюлы. Я не понимал вообще, куда я лечу. Я два пиджака шил в Таиланде, чтобы тут не заставил. Причем это было реально заказово. Там заделать за три дня. И они тоже были, наверное, зеленого или малинового цветов. Время-то тоже самое прошу через. Но они были реально по фигуре, они были реально классные. И то, что в то время нельзя было купить в Красноярске вещь такого качества, которую и отшить в Красноярске, которую могли сделать в Таиланде за три дня, это однозначно в том, потому что я бы не заказывал вначале. Потом появились чартеры и по другим направлениям. Привыкшие к санаторному отдыху с минералкой, грязевыми ваннами и дискотеками, кому за 30 красноярцы узнают, что такое all-inclusive. Тогда существовало радио «Максимум» в Красноярске. И по нему объявили, что кто напишет лучшее стихотворение, тот выиграет путевку в Турцию. Я написала стихотворение и выиграла путевку в Турцию. И я на 8 дней единственная из всех моих знакомых полетела в Турцию. Ааа, что это? Это рай! Рай, боже, тут можно есть все, что дают! Здесь бесплатный алкоголь! В 95-м появляется понятие «шинген». Соглашение подписали десятки стран Европы, чтобы упростить визовый контроль, в том числе для свободного перемещения туристов. Франция меня поразила. Первое, что сделал оператор, упал в обморок. Потому что мы начали снимать с продуктовых магазинов, где было 300 сортов колбасы. Я припугалась до смерти. Путевку в Европу и на моря могли себе позволить только обеспеченные красноярцы. Также оказаться за границей можно было по работе. Это был Египет, да, то есть как бы причем летели мы туда с друзьями на семинар. Была как раз вот такая вот тоже мода, я бы тоже сказал. Многие компании, да, в качестве там каких-то поощрений вот такие собирались семинары где-то за границей. Потому что, а, инфраструктура была более в этом смысле развитая и подходящая. Ну, там, условно говоря, собрать 300 человек, например, со всей России, где-то в России было, а, практически невозможно, б, гораздо дороже, чем вывезти их в Египет. Первая поездка была у меня в город Париж. Это было очень прикольно. Мы тогда что-то отличились. И мой работодатель, я ему говорю, не хочу премию, хочу в Париж. А, решил посмотреть на самых красивых женщин в мире. Они были, ну, и как сейчас есть, собственно, не намакияженные, от них даже потом так несло нормально в общественном транспорте. Меня это привело в ужас. Это было одно из самых сильных впечатлений. И то, что, конечно, там на улицах пахло шампунем. Именно середина 90-х стала началом новой заграничной жизни нашего города. А Таиланд, кстати, так и остается одним из любимых курортов у красноярцев. И вот этот переход города Красноярска из закрытого в тот, откуда можно улететь на другой конец земли, это очень важный шаг. Андрей Владимирович, давайте вспомним первую половину 90-х годов. Все-таки что тогда из себя представляла индустрия вообще авиаперевоза в России? Ну, в 90-х, после распада Советского Союза, действительно, в отрасли была, ну, очень сложная ситуация. Все авиапредприятия разделились. Все, кто мог иметь самолет хотя бы один, уже представлялась авиакомпанию. Парк воздушных судов был очень разнотипный. Каких-то гарантий для пассажиров стало очень мало. И пассажир был как и деловой, но в основном, наверное, да, деловой. Если мы вспомним, много было и челноков. В 93-й год отменяют выездные визы и разрешена свободная выдача загранпаспортов. Вы помните свою первую загранпоездку? Моя первая поездка была за рубеж, на берег, именно в Турцию. Относительно всех отечественных здравниц, на несколько порядков был вишен. Но больше всего нас тогда именно поражала ситуация с тем, что было все включено, он инклюзив, так сказать. Чопорных англичан, немцев поражали наши действия по поводу бесконечного нахождения в баре, набирания съестных каких-то припасов. Тогда мы себя, мягко говоря, вели очень странно. 68. Столько направлений, доступные сейчас из Красноярска. Новыми направлениями стали Дубай, Гоа, Таиланд, Самуи и Владивосток. В конце 90-х, пожалуй, именно Таиланд был любимым направлением сибиряков. Красноярцы, страсть, как любят Таиланд, все-таки проводить там свой отпуск. Почему именно Таиланд стал вот такой вот красноярской здравницей? Я думаю, в первую очередь это связано с географией, потому что при перелетах сложнее всего потом восстанавливаться при пересечении часовых поясов. Поэтому перелеты, наоборот, в восточном направлении в большей части предпочитают именно Таиланд, Бангкок, Сингапул, Юго-Восточную Азию в целом. Нас удалось все-таки привлечь авиакомпанию «Аэрофлот» национального перевозчика. И именно это на сегодняшний день даст большую, огромную льготу, огромную способность именно побывать во всех странах мира. Старый терминал Красноярского аэропорта Емельянова ввели в эксплуатацию в 1980 году. Аэровокзал принял первый рейс из Москвы и продолжал достраиваться. И только в 1993 году Емельянова получил статус международного аэропорта. На что это было тогда похоже? На тюрьму, на амбар бетонный? Красноярский край, один из ведущих регионов, имел, к сожалению, тот типовой аэровокзальный комплекс, который был во всех, практически во всех городах бывшего Советского Союза. И, конечно, требованиям и масштабам этот аэровокзальный комплекс не отвечал. Мы с вами ушли от того состояния, когда у нас, прибывая в аэровокзальный комплекс, встречали с жесткой позицией такие возрастные тетеньки. И в приказном порядке нам командовали, что нам нужно сделать, снять пальто, снять обувь и так далее. Вот все помнят про то, что были отстойники, хорошо, что не накопители, да. Короче, часа два, все, вот через 300 человек тусовались. А что, регистрацию уже прошли, как бы назад в аэропорт выйти нельзя, поэтому все тусуются, там ждут, ни кондиционеров, ничего там не было, естественно. Конечно, сейчас бытовые условия совсем другие. Последние 30 лет все-таки за это время что поменялось для красноярских пассажиров? Не тропинговайте все. Инфраструктура вся, и привокзальная площадь, и перрон, и возможность использования телескопических трапов, и строительство магистральной рулежной дорожки, и сетка маршрутов. У нас каждый год увеличивается и количество перевозчиков, и на некоторых направлениях снижается и стоимость. Наверное, все вспомнят самый большой, комфортабельный, широкофюзеляжный самолет М-86 советский. Он тоже возил багаж в контейнерах, но вот контейнера те выгружались на специальные зимы. Бедные грузчики, приемы с датчики, они это вот все весом толкали, механизации, автоматизации практически никакой не было. И, конечно, время выдачи багажа занимало очень длительный промежуток времени, не говоря уже об оторванных ручках. И если вы вспомните, привокзальная площадь тогда в то время была всего порядка 140 машиномест, она была постоянно забита. И был один вход, вереница из пассажиров стояла на улицу, были вот эти раздвижные двери, был сквозняк. Мы в процессе строительства реконструировали это здание, сделали отдельный вход, отдельный выход, увеличили в два раза пропускную способность входного контроля. Вот эта привычка заворачивать, чемоданы закручивать, не знаю, своим скотчем из дома берут. Например, дождь и какие-то другие вещи. Багаж намокал. В конечном итоге он, естественно, загружался мокрым в багажнике воздушного судна, образовалась грязь. Конечно, было проще именно взять и обернуть багаж в упаковочную ленту. Вот была большая проблема с сохранностью багажа. Можно было сразу посмотреть, в твоем чемодане кто-то все-таки рылся или в сумку кто-то было проникновение или нет. На сегодняшний день все пассажиры могут видеть, что при доставке багажа от терминалов воздушное судно при неблагоприятных условиях, во-первых, тележки стали другие, современные. То есть ничто не падает, не разбивается и так далее. Багаж весь закрытый. Год 1997-й. Ельцин и Масхадов подписывают договор о мире между Россией и Чечнёй. Просто так упрямиться, упираться нельзя. А в Красноярске новый мэр Пётр Пимашков набирает команду. Анатолий Чубайс переехал в Красноярск для планирования бюджета страны на следующий год. В августе наш город принимает чемпионат мира по вольной борьбе. А в октябре в автокатастрофе погиб Иван Ерыгин. Будем надеяться, что сегодняшний финал будет немножко и красноярский, и, как говорится, сборной России. Президент Борис Ельцин и премьер-министр Японии Рютара Хосимото встречаются в Красноярске без галстуков. В этот же день спецвертолетом на вертолетную площадку резиденции СОС «Сосна» прибыл премьер-министр Японии Рютара Хосимото. В 14 часов состоялась его первая встреча с президентом Российской Федерации Борисом Ельцином. А еще в Красноярске открылся ночной клуб «Нирвана». Газета «Комок» – главная СМИ Красноярска в эту пятилетку. Наш комок – это калька с воскресных выпусков американских газет. Состоит он из нескольких пухлых тетрадок, обязательно объявления, есть вкладка для детей «Комочек», а каждую неделю за новым выпуском собираются очереди. 1995 год для Красноярска – время расцвета регионального телевидения. В городе работают три местных телекомпании – «Прима», «Афонтова» и «ТВК». Они создают то, что до них не делал никто. Тогда было время такого замешательства, когда законы только складывались, нормы новые складывались, и все это захватило. Сначала «Прима», потом «Афонтова», потом «ТВК», и это все такое какое-то массовое телевизионное движение. Если не брать Москву, то там Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск. По большому счету телевидение Красноярска было в топ-3, топ-5 вообще во всей России. Это было время, когда мы конкурировали идеями и качеством. Тогда мы просто бились за зрителя. И тогда, именно тогда, вот в конце 90-х, рейтинги местных каналов были запредельными и несопоставимыми с каналами федеральными. Наши криминальные репортажи, и наши расследования, и наши зарисовки, и многие проекты были впервые в Красноярске, нежели в столице. Независимые и амбициозные. Так называют красноярских телевизионщиков середины 90-х. Отсутствие жесткой цензуры, непростая ситуация в стране и в городе дают стимул для работы. Люди боялись выходить, потому что шапки сорвали. И вот это вот разгул вот этой вот бытовой и все, понимаете? То есть ничего не было. Система кинопроката советская сдохла, а новая еще не появилась. Никаких долбий, ничего не было. Поэтому для людей телевидение было все. Во многом здесь определял некий политический какой-то ландшафт. Красноярск колбасил определенным образом. Появился губернатор Александр Лебедь, не прошел зубов. Была определенная очень конкурентно жесткая борьба. Мы старались, конечно, больше ездить, больше снимать. Вот это наш был основной принцип. Мы много-много передвигались. Мы не ленились, мы были просто жадны до всего, до работы, до съемок, до людей. Мы развивали техническую базу. Разговор со звездой, программа, которую делает Богатский на приме. Дела Афонтова, будни Марины Добровольской на ТВК. У каждого канала свои передачи, свои рекламные ролики. А главное, свой взгляд на происходящие события Красноярска середины 90-х. Никаких вторых точек зрения, никаких там три источника информации. Ну, полная свобода, полная независимость. Появился реальный жанр городских новостей, городских событий, которые эти СМИ отражали. Очень было интересно узнавать, что происходит же в городе. То есть до этого у тебя были там какие-то программы «Время». Были бесконечные забастовки. Мы снимали бесконечные отключения света. Веерные отключения. Вот сейчас тоже представить себе невозможно, потому что на два часа где-то свет выключат. Уже ужас, ужас и кошмар. А раньше прям вот полгорода, раз и без света, из-за каких-то неплатежей. Генерал Лебедь был, он же сып, просто подарочный вариант для журналистов был, чего он там только не говорил. Вот для меня, вот именно конец 90-х, даже не столько криминалом, который тогда процветал, не дня без трупа. Утро начиналось всегда с тем, сколько человек убили и как это произошло. Это было уже, это уже никого не удивляло. Просто количеством брали и отличались дни один от другого. На взлете и печатные СМИ. Феномен этой пятилетки – комок. В 92-м выходит первый выпуск газеты бесплатных объявлений. К середине 90-х комок состоит из нескольких тетрадок на все случаи жизни. Газету читают даже дети. Для них отдельный раздел – комочек для непослушных детей. Комок – это вообще был суперфеномен. То есть комок был в то время таким монстром, которых сейчас нет. Это невозможно представить. Он контролировал почти половину рекламного рынка. Это был абсолютно серьезный классный бизнес-проект. Это была классная команда. То есть люди работали именно там, пахали. Это именно, видимо, была та газета, которая нужна была городу. То есть там же что было? От рекламы секс-услуг, да, в то время еще не запрещенные, там такие были эти самые, до объявления о знакомстве. Не забывайте, что не было интернета. Комок, в принципе, все СМИ города спокойно мог заменять, потому что там даже была политическая рубрика. А какие были гороскопы? Я реально их посмотрел. Я их реально на себя примерял, и они реально сходились. В городе появляются и собственные радиостанции. И так в 94-м году начинает вещание авторадио Красноярска. Сейчас это радио Красноярск-главный, FM 102,8. И сегодня красноярские СМИ сохраняют свою самобытность и собственный стиль вещания, который зародился именно в 90-х. Был классный мир, классное время, классная жизнь, когда тоже многое было можно. Говорили, о чем хотели. Практически любыми фразами и формулировками, ну, за исключение там нецензурных. И даже нецензурные иногда прорывались в эфир, чего уж там, да, сильно. Сильно тоже за это не наказывали. Забудешь, помню, на радио отключить микрофон. И полилось. Для меня лично это было золотое время. Рассвет. Старомодные, новорусские, блатные, безвкусные и даже зашкварные. Как только не называют сейчас, невероятно популярны в 90-х годах сумки-барсетки. Большинство из них были итальянского дизайна и турецкого пошива. Само слово «барсетка» от итальянского «барсетта» – сумочка, кошелек. В них хранили права, ключи, паспорт и другие полезности. Говорят, на барсетке даже устраивали охоту. Их срезали и вырывали из рук не только из-за содержимого, но и из-за бешеной популярности этого аксессуара. Он ассоциировался с деньгами, бандитским шиком и брутальностью. О, про барсетку отдельная история. Я всегда ее рассказываю. Я же на телевидении работал, да, то есть как бы... А для телевизионщика какой самый главный и важный, ну, так назовем даже, инструмент, может быть, который... Правильно, пудра. Я носил ее в барсетке. И как-то вот стоим мы с пацанами, что-то там, как тогда говорили, трём. И барсетка выпадает у меня из подмышки. Ну, все же подмышкой держали, все как полагается. Она падает, раскрывается, и оттуда вылетает пудра. Пацаны, я, пудра. Молчание неловкое, то есть как бы... Ну, в общем, потом я перестал ее носить. Я думаю, пусть лучше пропадет где-нибудь, пусть я за свои деньги... Но перед пацанами-то неудобно, не должно быть, правильно? Появились крабовые палочки, появился салат с крабовыми палочками. До перестройки такой фигни не было в магазинах. Потом появились окорочка буша. Потом появились всякие тушенки ветчины. Сникелс и Марс. Чикапай появился в армии, попробовал. Вот, наверное, я до сих пор ем. Слоки появились, все это корейские, прям очень фанта. Еще помните конфетки такие маленькие? Керчер, старик, это... Маленькие конфетки, еще реклама была, они так крутятся. Вот такие малюсенькие, шокол. Бомбье. Людям погоду, зарплату не давали. Люди ходили, там, давали там тушенку, 20 банок. Они меняли там на крупу, там, еще на что-нибудь там. На рынке-то все можно было купить, просто не у всех людей были деньги. И вот кто-то придумал же, представляете, да, вот с крабовым палочек, такой салат интересный, в разных вариациях. Кто-то там делает там с рисом, кто-то там делает с яйцом, кукурузой, кто-то с сыром. Сейчас тоже такой большой, как говорится, ассортимент их, неплохие, сладкие. Вот, ну, еще главный ингредиент, конечно, это все-таки майонез. С маслом я ни разу не ел, реально, ни разу. Стали заведения, кафешки стали появляться, всякие там летки стали появляться, небольшие такие, ну, чоповцы, кооперативы. Первая кукуруза появилась, ой, реально кукуруза бандюэли. Она нереально была вкусная, сладкая. Вот, все-таки бандюэли, реально вкуснотища. Я кукурузу могу банку съесть. Перемешиваем все. Салатов в цараду очень много делаю. Всегда же люди хотели какое-то разнообразие. Какие продукты были, с этого придумывали. Вот, ну, девчонки, мама делала паштет с крабой палой. Перекручивала мясорубки, с майонезом, с сыром смешивала, и как бы делала, и корзиночки как бы делала фаршированные. Тоже было вкусно. Видите, соображали люди как-то что-то готовить. Главное, реклама вообще было, помню, в 90-х. Нормально. Интересный крабовый продукт, производство. Мадын, другая страна. Слушай, ну, прям как в 90-х. Всем приятного аппетита. Новые продукты красноярцы покупают в новых супермаркетах. В это время появляются красный ярый Командор. И мы довольно быстро привыкаем к высокому качеству обслуживания благодаря конкуренции этих сетей. А гости из других городов удивляются, что наши супермаркеты работают круглосуточно, да еще и бесплатные пакеты дают. До 95-го красноярцы закупаются на рынках, в ларьках и универмагах. В последних можно было найти товары, но уж совсем смешанного типа. От стамески до пирожных. Были профильные точки, например, магазин «Диета на мира». А так выглядели лакокрасочный отдел продукции «Химкомбината» и специализированная точка красноярского ликера водочного завода. Конкретную дату, когда в городе заработал первый супермаркет, красноярцы уже не помнят. Просто однажды в районе Копылова открылся портал в сказку под названием «Лерой». Это красиво, это все так вот разложено. Это творожки, да, но он в конце концов. Затем супермаркет «Тройка». Туда ходили, как на экскурсии. Я просто жил там. И это был супермаркет. Вот если стоять лицом к речному вокзалу, то справа, где Красный Яр сейчас? «Тройка», «Тройку», конечно, «Тройку» я помню, кстати. Вот, да. Кулинария «Тройка» была на проспекте «Мира» и на набережной на Дубровинского. Это были крутые вообще кулинарии, которые делали классные вещи. Там были всякие разные и салаты, и горячие, и так далее. А учитывая, что в то время, в общем-то, не то развитие было общепита, в то время не то было развитие действительно супермаркетов, в котором каждый был кулинарный отдел, как раз «Тройка» это была прям такая, такой прорыв был для города и очень вкусно было. Декабрь 97-го открыт первый гастроном «Красный Яр» на «Мира-52». Он там до сих пор. Патриотичное название горожане заучат очень быстро. Я была на дне рождения у своего друга, это был второй курс. Он был очень состоятельным молодым человеком. И в середине дня рождения зашла мама и сказала, ребята, я тут купила мороженое в супермаркете. И я думаю, в супермаркете купила мороженое. Она говорит, да, в «Красном Яре». Я еще думаю, надо запомнить, «Красный Яр», что это, где это? И она поставила так красиво мороженое, говорит, это мороженое из супермаркета. Конец 98-го. Коллегия предпринимателей решается на открытие еще одной розничной продуктовой сети. Над названием «Думали всем коллективом». В итоге гордая «Командор» придумала жена одного из соучредителей. Назвали «Командор». Мы до этого продавали шкафу-купе «Командор». А другая версия про «Командора» заново. Был на пике мюзикл «Юноная авось». В 99-м открывается первый «Командор» на «Партизана Железняка-50». Учредители учились всему на ходу, как и покупатели. Приучались к новой форме потребительства. В «Командоре», в первом «Командоре», который на «Партизана Железняка», в какой-то из предновогодних дней сломали двери. Была такая очередь, ну, там, например, это было 29-е или 30-е декабря, и народ так ломился. Йогурты вот этого. Там достаточно высокие цены были, потому что до супермаркетов это были рынки, это были какие-то, ну, так скажем, павильоны у дома те же самые, какие-то продукты, там, привозились от родственников из деревни. То есть до эпохи супермаркетов у тебя всегда должна быть морозильная камера, в которой есть мясо, сало, ягоды какие-то, мороженые, овощи. Вот, ну, это всегда должно быть. Значит, зиму переживем. Первый супермаркет, когда открыли, сами от себя обалдели. То есть это все, у нас Пимошков открывал. Я знаю, что мы очень разбаловали наших покупателей, правда, потому что, ну, за границей далеко не везде. Тебе не то, что там здрасте скажут. Я уже молчу про пакет. Потом, когда мы уже поняли, что эти пакеты мы находим, все заворачивают там на всяких там рынках в них, то есть как-то они массово уходят из Командора. Потом поняли, что, ну, бесплатное тоже не ценится, и о том, что это еще и экологический вопрос тоже. Был очень болезненный такой момент, когда переходили на оплату пакетов. Ну, то есть чтобы человек все-таки сам решал, действительно ему нужен этот пакет или не нужен. И вот, вот, мем, пакет нужен. Ну, да, такие времена. Началась здоровая конкуренция двух местных махин с буквы К. Яр и Командор плотно сели в красноярскую потребительскую нишу. Но в каком-то смысле это могло и навредить городу. Какую-то другую культуру нам клювило. И это просто я не говорю, что это плохо. Я не говорю, я просто считаю, что эти две сети не дали в городе развиться ни третьей, и не запустили сюда фактически до настоящего времени ни одного нормального федерального игрока. Это то, что сделали нас, это то, что сделало нас, может быть, на какую-то ступенечку цивилизованней, но они же в нас развили вот это вот дух потребительства обязательно. То есть перейдешь, что-то бросаешь там в корзину и не понимаешь, надо тебе это, не надо. Особенно, если это там с каким-нибудь красным или желтым ценником. О, по акции, конечно, возьмешь, да. До появления торговых центров нового образца мы ходим в самый известный центр того времени Красноярье. В 90-е было круто говорить, я купил это в торговом центре, и главное, все понимали, в каком. Ведь он был один. Жители правого берега до сих пор помнят, как в Красноярье за стеклом долго висела норковая шуба. Стоила она 5000 рублей, как жигули, а потом шуба пропала. Видно, нашелся покупатель. Январь 98-го. Динаминация. Старые деньги меняем на новые рубли в отношении тысяча к одному. А Ельцин меняет премьер-министров. Черномырдин, потом совсем молодой Кириенко, за ним Примаков. Эту чехарду затмевает американский скандал. Президента США Клинтона совратила Моника Левински. В Красноярском крае рабочие почти 300 промышленных предприятий не получают зарплату месяцами. И в мае губернатор Зубов обращается к президенту Ельцину. В крае идет предвыборная кампания. Генерал Лебедь баллотируется на пост губернатором. Ближе к дате голосования кандидаты Лебедь и Зубов завлекают электорат при помощи звезд. Зубов привозит Пугачеву, Лебедь, Алена Делона и Иванушек. После второго тура губернатором края становится Александр Лебедь. 17 августа 1998 года. В России дефолт. Правительство и Центробанк заявили о банкротстве страны. Цены резко поднялись. Среди населения практически паника. Люди скупают продукты длительного хранения. Вышла на пенсии. 120 пенсий получала. И у меня и копейки были на черный день. А я осталась нища. Тамагочи. Электронное яйцо с виртуальным питомцем. Японская игрушка эпохи 90-х поработила российских детей ближе к 98-му году. Те, кому нельзя было заводить собак, кошек или хомячков, компенсировали, нажимая на кнопки. Из-за ухода за пищащим другом в мелком экране тысячи российских детей портили зрение, отвлекались на уроках, забывали поесть сами. А у кого не было чудной игрушки, выпрашивали у родителей или выкупали БУ-устройство у друзей. В некоторых школах учителя вводили запреты на тамагочи. Но челночный бизнес процветал. И к 2000 году в мире было продано более 40 миллионов игрушек. Некоторые дети настолько серьезно относились к воспитанию динозавриков и цыплят, что по-настоящему горевали, когда питомец умирал. Тамагочи выпускают до сих пор. Их можно заказать через интернет. Осенью 2017 года в США вернулась в продажу обновленная версия игрушек. Если первые модели нельзя было поставить на паузу, а через месяц питомец умирал от старости, то нынешние кибер-друзья могут пережить хозяина, женятся в сети и ходят друг к другу в гости. У детей тамагочи, а у взрослых совсем другие игрушки. Вторая половина 90-х – эпоха сексуального просвещения и раскрепощения. Открываются интим-шопы. Мы учимся говорить не краснее над темой 18+. А самой популярной газетой в стране становится «Спид-инфо». Я, короче, немножко вечером пьяненький возвращался в свой отель. Идут французы какие-то. Я, значит, им говорю «excuse moi», дальше я по-французски ничего не знаю, перехожу на английский, спрашиваю, где северный вокзал. Один из них, маленький такой полненький мужичок, говорит «я тебя провожу». Я думаю «ну, ладно, хорошо». Иду такой косенький, он все прыгает вокруг меня, вот так вот он мне по плечу где-то. Он мне говорит «давай посидим, поговорим». Я думаю «блин, мы усели с ним». И вот он опять что-то лопочет москву Си Голбачев и обнимает меня, и говорит «давай поцелуемся». Даже тут я не чухнул, что ему от меня надо. Ну, как-то так ткнулся ему в щеку, а он говорит «не-не-не». И вот так язык ко мне. Вот только тут я понял, зачем меня сюда привели, почему он меня провожать хотел и так далее, и тому подобное. Ну, пришлось ему сказать несколько слов на чистом русском. Закрепощенные и непросвещенные – такими были советские люди. После суровых времен, когда на интимную тему было наложено табу, в демократичной России народ стал наверстывать упущенное за десятки лет. У нас в стране до этих времен секс была замалчиваемая тема и, в общем, такой грязноватый. Это, ну, совершенно очевидно. Потом оказалось, что это, в общем, нормальная история. Люди почувствовали себя неловко, и вот давай, соответственно, вот таким вот образом свою неловкость преодолевать. Феномен десятилетки газета «Спидинфо». Сначала печатное издание под эгидой Ассоциации борьбы со СПИДом начинает ликвидацию сексуальной безграмотности советского населения, но быстро трансформируется в желтую прессу с эпатирующими заголовками и темами. Часть из них явно была выдумкой. Тираж газеты растет семимильными шагами. С 50 тысяч экземпляров до 3 миллионов буквально за 3 года. К середине 90-х издание становится самым популярным в России. Это как бы эпоха экспериментов. «Спидинфо» – да, это популярное издание было. В «Спидинфо» истории, как начинать половую жизнь, как расставаться или встречаться с партнерами. Была газета, в которой были анекдоты, и они прямо были нарисованы. В те годы сексом больше молодежь занималась, чем читала про это. Про это читали те, кому уже секс был не нужен. Как бы я к этому отнеслась совершенно спокойно, не парилась по этому поводу, потому что была молодая и здоровая, и предпочитала некоторые вещи на практике, чем в теории. На телевидении появляются откровенные клипы поп-звезд. А в 1997 году на НТВ выходит первый выпуск скандального ток-шоу «Про это» с Еленой Хангой. Первая в стране программа про секс в самых разных его проявлениях. В ток-шоу приглашают героев и со зрителями обсуждают темы, о которых пару лет назад не то что говорить, даже думать было непристойно. Проститутки, оргазм, садомазохизм, секс с партнером нетрадиционной ориентации, половая жизнь инвалидов. Про это стало одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении. Одни ее ненавидели и называли рассадником безнравственности. Другие видели в ней источник сексуального просвещения и решения многих проблем. С точки зрения коммуникации это очень просто. У нас не было секса, а тут на словах он у всех появился. Ну почему бы об этом не поговорить в разных формах, если это можно делать? Мы как были ханжами, так и остались. Хорошо хоть тот период был, понимаешь, когда мы что-то там узнали от Анфисы Чеховой. То, что мы, наверное, сегодня до сих пор поглощаем, вот это вот сексуальное, все эти последствия вот этого сексуального какого-то рассвещения, и вряд ли это очень полезно для нации, я до сих пор это считаю. По стране начинают открываться секс-шопы. История с магазинами для взрослых доходит и до Красноярска в конце 90-х. Люди заходят туда больше из любопытства, как в музей, поглазеть на необычные экспонаты. Мои друзья по одному из общественных тоже проектов, они пошли купить подарок своей же коллеге в секс-шоп. В итоге все себе купили по какой-то вещи, и не купили ничего. Секс становится доступным. На нем начинают зарабатывать стриптиз и, конечно, проституция. В каждом городе появляется своя улица красных фонарей. В Красноярске секс за деньги к концу 90-х можно было найти. На Красрабе, проспекте Металургов и Грунтовой. Эти локации вошли в местные анекдоты. К нашим дням практически вся секс-индустрия ушла в интернет. Автомобиль эпохи Mercedes-Benz S-класс V140, причем обязательно 600-й. На нем ездят бизнесмены, чиновники и бандиты. А скольким хозяевам бронированные бока 600-го спасают жизни? Правда, для еще большего количества он становится роскошной могилой. И все же мерен цель и символ роскошной жизни. Пневмодоводчики дверей, крышки багажника, двойные стеклопакеты, бортовой компьютер, электроприводы всего и вся, конечно же, кожаный салон. Всеми деталями Mercedes заявляет, он создан для престижа. Как автомобиль для руководителя, это да, очень статусная, очень, мне кажется, комфортная машина. И в качестве машины для себя, как для руководителя банка, я бы ее, наверное, приобрела. Эта машина для пассажира, да. Сзади просторно даже рослому пассажиру. Сделано все, чтобы комфортно ехать и работать. Звоню, пишу, читаю почту, решаю все вопросы. Звоню по каким-то личным делам. Привозят Mercedes в основном на заказ. Заказчику отзванивается перекупщик, рассказывает о комплектации, цвете, характеристиках. И если все устраивает, автомобиль с железной дорогой едет к заказчику. Сейчас среди объявлений на автомобильных сайтах Красноярска можно найти те самые легендарные Мерседесы. Правда, продавцы не на камеру говорят. Те машины угоняли и не раз эксплуатировали на износ. И если хочется прикоснуться к мечте, техническое состояние нужно исследовать чуть ли не слупой. Дресс-код, менеджер, корпоратив. Русский язык обогащается словами из офисного быта. Теперь офис – наш новый образ жизни. Вода из кулера, бизнес-ланч по расписанию и open space – как формат работы. Старая советская мебель. Ничего, в принципе, не менялось. Занавески шлен, которые у всех, наверное, они тогда висели. Никаких компьютеров. Из оргтехники это был калькулятор. Это была амбарная тетрадь. У меня, кстати, муж таким и остался. На смену конторам в середине 90-х приходят офисы. Если на Западе лаптопы и пентиумы уже стали частью рабочих будней, то на постсоветских просторах фирмы только-только начинают оснащать рабочие места сотрудников. Я помню, мы открывали филиал Инкомбанка. Это было уже все очень круто. Еще я помню, что невозможно было здесь купить вообще ничего. Потому что я помню, когда мы поехали покупать мебель в Москву, я лично ездил сам. У меня была вот такая сумка, такая не очень широкая, но вот такой высоты. Она была полная денег. Я прихожу в аэропорт Красноярск, то есть я ее прямо качу. То есть мы досмотрим, а она спрашивает, у вас там что, купюра? Я говорю, купюра, купюра. Понимаешь, я поехал туда в Москву с этой купюрой, в ручной кладе. Так, она сказать, площади в какой-то магазине ушел, там отдал все эти деньги, потом там отправил эту мебель на целый филиал. Кстати, именно в эти годы в страну приходит понятие офисный клерк. А те девушки, которых мы сейчас называем офис-менеджерами, тогда были простыми секретаршами. Не делали все. Мыли чашки, подшивали начальнику брюки и самое главное, Светочка, нам два кофе, пошло именно с 90-х. Также вместо менеджера по клинингу уборщица, менеджера по персоналу кадровик. Тогда же самой популярной становится профессия бухгалтера. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он такой, такой простой. Компьютер вообще можно было редко где увидеть, да, соответственно. Я просто помню, как я ходил к папе на работу, там уже были какие-то такие компьютеры. На них можно было поиграть в самые какие-то простейшие вот эти вот игры. Что-то можно было распечатать на бумаге, вот этот принтер матричный, который так визжал. Если в какой-то компании, в организации был ксерокс, так называемый, да, то, соответственно, отксерить лекции или еще что-то там, это было нужно договариваться, иметь каких-то знакомых, чтобы это можно было всегда сделать. Новинки импортной техники могли себе позволить только состоятельные компании, а большинство сотрудников на диковинных агрегатах просто не умеет работать. Еще один монстр офиса 90-х ФАКС, бумага на которой стоит неприличных денег. Да, ФАКСы, это было, помните, да, вот это вот жужжание, вот это вот все. Не прошел, повторите еще раз, вот, наверное, как-то больше помнится вот именно какие-то вот такие вот технические новшества. Телефоны с переносными трубками, которыми можно было там ходить по всему офису. Клево, когда у тебя был визит, когда, знаете, подчеркивало, в общем, такую принадлежность к чему-то такому, ты раздавал вот эти вот свои визиты, ходишь, о, да. Каждый уважающий себя руководитель ездит на машине с шофером, а важные контракты в основном заключаются в ресторанах или банях. Но офисы становятся неотъемлемой частью жизни. Там общаются, играют и, конечно, устраивают корпоративы. И это не современные вечеринки в ресторанах. Прямо в кабинетах накрывают поляну и нарезают закуску. Это было, для меня это был естественный процесс от не очень хорошего к хорошему. 99-й год. Чехарда в правительстве России. Сначала Примаков отправлен в отставку, затем Степашин. В августе на его место утвержден Владимир Путин. Новый премьер сходу обещает преследовать террористов везде и даже в сортире. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня, извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Причины для таких заявлений есть. Страну потрясли взрывы в Буйнакске, Москве и Волгодонске. 99-й завершается сенсационным новогодним обращением президента Ельцина к дорогим россиянам. Он устал и он уходит. Я хочу попросить у вас прощения. И у президента становится премьер Владимир Путин. Года с 95-го по 99-й. Нам не нравится штамп «Лихие 90-е». Мы считаем это временем взросления, активности и резкого роста. Да, роста, который резко оборвался с дефолтом 98-го. И тогда нам оставалось сказать друг другу только одно. Ты не верь слезам, все вернется. Это был второй фильм из серии «Наши 30 лет». «Живая история любимого Красноярска». Сколько нам с тобой неба синего, Моря пеного, тела бренного, Чашу полную жизнь отмерила. Выбирай, выбирай у реки два берега. У реки два берега Ты не верь слезам, все вернется После долгих ночей Пылью сладкий сон Обернется после долгих ночей